смотрим на этих готические стрельчатые арочки что это напоминает ну конечно же италию опускаемся вниз и видим вот этот элемент counter force накладки он же простреливается у нас вот в этой части фундаментной группы что это нам напоминает конечно же францию что нам может напоминать классический французский сад или собственно говоря ландшафт который был здесь спроекцирован в классическом европейском стиле напоминаем что латвия в те времена ну как и во все времена она не была никогда латышской она была либо шведской либо немецкой либо российской и здесь был такой плавильный котел культур и если бы после второй мировой войны были восстановлены все здания и все замки которые здесь были тогда бы мы могли видеть картиночку как на самом деле выглядела эта территория до войны но к сожалению поскольку война уничтожила порядка например город югау 96 процентов строений мы не можем представить себе как выглядела латвия но глядя на это здание которое сохранилось в том состоянии в котором она была фактически реализована мы можем представлять насколько это было интересно европейская часть страны то есть на то что если мы зайдем такие города как вроцлав гданьск например в польше то они были восстановлены практически в первозданном виде на девяносто шесть процентов после второй мировой войны латвия к сожалению нет и поэтому у нас латвия сохранился пятачок старой риги и вот несколько вот таких вот поместье в первозданном виде поэтому сохранять такие здания и показывать как выглядела довоенной латвия на мой взгляд очень важная и очень интересная история вот существует сайт где все замки и все поместья латвии и периодически происходят праздники в этих замках и поместья когда ты можешь здесь увидеть полную картинку и архитектуру и экскурсовод и хэнд мэ и произведенные продукты этой территории это очень интересно есть такая еще штука интересно когда замки и поместья поддерживают друг друга и когда у одного из них праздник собираются и пытаются и немножко рассказать о своем поместье и о своем замке и это очень интересно когда идет такое сотрудничество в плане сохранения замков собираются все любители архитектуры если мы можем видеть то здесь есть даже люди которые тематически одеваются в эпоху того времени и здесь все только начинается запах шашлыка прекрасная фудкор на природе и обратите внимание переполненных парковках и здесь две это очень интересная история немножко национальной еды среднее время латвия претендует на винодельную столицу европы потому что здесь есть своя винная карта с редкими и сладкими вкусными винами и поэтому очень часто какая-то винная марка берет скажем так свой логотип замок и то винодельно которая находится рядом очень часто берет даже название этих замков это очень интересно потому что когда я приезжаю как правило в этот замок в любой замок я хочу воодушевиться архитектурой услышать какую-то интересную историю я хочу попробовать его на вкус желательно чтобы это было какое-то вкусное мясное блюдо а также бокал вкусного приятного вина как по мне так это интересная история не так давно это начало здесь развиваться потому что экономически нету такого количества богатого туриста нету такую культуру развития туристических объектов и как правило это все на деньги энтузиастов поэтому развитие происходит медленно и долго но идея неплоха согласитесь если в целом был бы вариант например взять бокал местного вина с прекрасным экскурсоводом и гуляя в окрестностях например этих садов водопадов и фонтанов послушать историю об этого замка именно под бокальчик и например сладкого вина но согласитесь это было бы интересно а также если тематически можно было например здесь сделать ресторанчик но не будем забывать ребят что латвия это северная страна страна с очень коротким летом здесь очень короткий туристический сезон и это одна из самых дешевых стран по туризму в европе то есть количество денег которые здесь оставляют турист она минимальная ки в северных широтах содержать такие поместья это дорогое удовольствие и государство практически никак в этом не участвует взглянем на классическую мебель производства латвии ну и немножко погуляем по саду по поместью скажу славу я то что своими глазами вижу и то что читал в интернете и то что знаю на основе других источников именно это излагаю и особо серьезно относиться к тому что я говорю нет никакого смысла это моя личная интерпретация и мой личный взгляд на на вещи разумеется экскурсовод вам бы сказал что-то другое плюс всегда существует какая-то местная версия которая возвышает ту часть общества который находится на этой истории и понижая чуть-чуть другую ну условно говоря если это построили немцы а мы находимся в эстонии то наверняка про немцев чуть-чуть опустят а буду говорить про то что у эстонцев отличная мыза это не перепись скажем так истории а это ежедневная необходимость для более сильной мотивации это происходит везде по европе прекращая нудеть по-моему нашел отличную локацию для хорошего фото гениальная природа знаете чем она гениальна мы можем вот в этом пруду увидите рыбу и лягушку и угря и кого угодно в восточных и других частях европы вряд ли вы это увидите даже нотки вот такой дикой природы а не так развита в этой части европы промышленности и сельское хозяйство по этому в латвии каждый листик каждая травка на имеет запахи это практически нету в германии этого нету в португалии и испании и так далее а в латвии это присутствует это важно то есть ты идешь здесь и у тебя запах от травы то есть тебе не надо ждать там цветение гортензии чтобы насладиться и запахом достаточно травы она здесь но соцветиях и пахнет разными запахами катание на лошади для детей когда я путешествую по баварии в германии а знаете что определяет экологическую зону и стоимость отеля немцы могут меня поправить это запах навоза а запах навоза говорит о натуральности того места в котором ты находишься и он говорит о том что здесь чисто экология без химии по крайней мере мы за свой баварский отель доплачивали потому что внутри на первом этаже у нас был скотский двор и и там была корова и и доели ему утром пили это молоко ты год в латвии в этих местах таких муж это называется мужа поместье по-русски их много если вдруг кто не из латвии поэтому вы можете сюда приехать насладиться цивилизованные деревни назовем это так то есть это деревушка внутри которой будет прекрасная спа экологически чистая еда и и море позитива наверное я особенно скажу для тех же самых немцев у вас этого нету особенно подчеркнул португалов и испанцев потому что здесь ну я бы сказала что тут нету классики латвийской а есть что-то немножко из например голландского садоводства из немножко французского из немножко вот такой симбиоз культур но это все сделано так как сделано в деревне и вот если мы не будем даже в этом треугольнике где я нахожусь смотрите сейчас не зона цветение каких-то растений но это все цветет и это все пахнет просто посмотрим на некоторые из них обратите внимание какая прелесть это необходимо для релакса когда ты снял здесь номер в отеле гуляешь по поместью и либо приехал как искусствия выходного дня давайте сориентирую по ценам номер в отеле такой может стоить от 100 200 от 120 до 240 евро но то что мы сегодня то делаем это не стоит ничего бесплатно поэтому я говорил очень сложно развивать такие места и чтобы они были успешны и креативные а вот например здесь две тысячи человек и мы за вход не заплатили ни одного цента ну это латвия хотя опять же сложно представить но труд садовников которые трудятся на этой территории но он огромен ребят это реально очень большой труд смотрим как выглядит этот сад и количество цветов которые здесь должно быть то есть это именно те цветы которые пахнут и те цветы которые имеют скажем так недолгие видите пчелку недолгие продолжительный период цветения и я не знаю как это объяснить чем это может пахнуть но это пахнет волшебством это очень круто блин я просто вот понюхал за цветок и не хочу вставать с этого места я хочу провести здесь как можно дольше как можно больше времени это очень круто я не буду я Он кейс-кейс-кейс-кейс-кейс-кейс